Глава первая. Человек и катастрофа. Подзаголовок. Безразличие с Запада. Поскольку человек ответственен за историю, возможно правомернее спросить, где был человек, чем где был Бог. Мы не станем пересказывать здесь факты, связанные с уничтожением европейского еврейства. Известно, что почти вся Европа была заражена ненавистью к евреям. Полякам, литовцам, украинцам, словакам, венграм и румынам не требовалось особых призывов со стороны немцев. Многие из них превзошли нацистов в жестокости, хотя трудно предположить, что это вообще возможно. Французы, голландцы и чехи ненамного от них отстали. Мы рассмотрим здесь отношение к катастрофе свободного мира, церкви, союзников и некоторых нейтральных стран. Опять-таки, мы не станем повторять известные факты. Исторические события уже описаны компетентными авторами. Такие книги, как «Католическая церковь» и «Нацистская Германия», «Гюнтера Леви» и «Когда погибли 6 миллионов», «Хроника американской апатии» Артура Морса документально подтверждают, насколько мир был равнодушен к катастрофе, как молчал, поддерживая в сущности геноцид, а порой даже сочувствовал людям, занимавшимся дьявольским уничтожением народа. Эти работы приводят достаточно чрезвычайно впечатляющих фактов. Наша задача – исследовать моральный аспект всемирного равнодушия и его последствия для современного человечества. Часто можно слышать о безразличии крупнейших держав-союзниц к преступлениям гитлеровцев. Но это не просто равнодушие, а настоящий саботаж планов возможного спасения евреев. В Эвиане, Швейцария и на Бермудских островах состоялись две напоминавшие фарс конференции по поводу судьбы беженцев, которые показали немцам, что мир не готов протянуть евреям руку помощи. Наоборот, эти конференции подбодрили нацистскую Германию в осуществлении ее планов. В начале войны государственный департамент США, например, прикладывал все усилия для того, чтобы не дать просочиться информации о фашистских зверствах, опасаясь, что она побудет общественность требовать как-то помочь жертвам. На самом деле правительственные чиновники могли не беспокоиться. Артур Морс приводит данные опроса общественного мнения, устроенного журналом «Форчун» в апреле 1939 года после раздела Чехословакии. На вопрос «Голосовали бы вы, если бы были членом Конгресса за увеличение иммиграционной квоты для беженцев из Европы?» 83% опрошенных американцев ответили отрицательно. 3% сомневались, и только 8,7% заявили, что проголосовали бы «за». Американская традиция, подытожил Форчун, подверглась испытанию и не выдержала его. Результат – 10 к 1. На протяжении всей войны квота так и не была превышена. Более того, перед каждым беженцем воздвигалась такая стена всевозможных административных препятствий, что число иммигрантов так и не достигло разрешенного максимума. Наверное, самым позорным актом соглашательской политики американского и британского правительства остается история с кораблями Сан-Луи и Струма. Безусловно, отказ Англии пропустить пассажиров Струмы в Палестину и запрет США предоставить хотя бы временное убежище беженцам Сан-Луи прозвучал смертельным приговором. Евреи со Струмы погибли, а то, что это не случилось с пассажирами Сан-Луи, вовсе не заслуга США. Когда корабль приближался к Германии, Бельгия, Голландия, Франция и Англия сжалились наконец над обреченными и предоставили им убежище. Сколько из них в конце концов погибли, когда немцы захватили Западную Европу, никто не знает. Ужасно, что в обоих этих случаях могущественные державы отказались помочь не во имя какого-то великого принципа, а просто придерживаясь рутинных правил, то есть по причинам, которые не могут быть морально оправданы. Например, государственный секретарь США, зная, что возвращение в Германию означает для евреев неминуемую гибель, сказал с глубокой убежденностью патриота, «Я дал присягу защищать наш флаг и следовать законам нашей страны, а вы просите меня нарушить эти законы». Отличается ли этот аргумент от аргументов нацистских военных преступников на Нюрнбергском процессе, ссылавшихся на присягу фюреру и родине? Не удалось добиться хотя бы официального безоговорочного осуждения союзниками нацистских преступлений против евреев. Когда в 1940 году мир узнал о депортации десятков тысяч евреев рейха в Польшу, один из помощников государственного секретаря подал меморандум, в котором писал, что даже если только 20% этих сообщений истинны, к ним нужно отнестись с точки зрения гуманности, так как мы не можем участвовать ни в каком предприятии, которое в конце концов санкционирует такую жестокость в массовых масштабах. Ответ государственного департамента гласил, что массовые убийства – это внутреннее дело Германии. Кроме того, с тех пор, как вышел в свет Майнкампф, известно, что эти несчастные люди будут подвергаться всяким видам неправильного обращения. Похоже, по мнению Госдепартамента, «гуманность» заключалась в том, чтобы назвать жертвы несчастными людьми. Это указывало, кому именно сочувствовало американское правительство. Больше ничего не требовалось, ведь происходящее – всего лишь неправильное обращение, о котором мир, в конце концов, был заблаговременно предупрежден. За весь период геноцида еврейского народа союзники не опубликовали ни одного официального документа, осуждавшего нацистские зверства. Московская декларация 1943 года, предупреждавшая фашистов об ответственности, упоминала о многочисленных военных преступлениях, но в ней не было ни слова о евреях, на которых сосредоточилась вся ненависть немцев. Не поощряла ли в сущности такая политика Германию продолжать действовать в духе «окончательного решения» еврейского вопроса? Многие попытки спасти евреев торпедировали с английским министерством иностранных дел, поскольку, по словам американского посла, Британия была озабочена трудностями размещения значительного числа спасенных. В свете этого свидетельства полностью оправданной представляется точка зрения Морса, когда он писал «Возможность массового спасения евреев угрожала палестинской политике Англии. Британское правительство, по-видимому, больше огорчало перспектива притока евреев в Палестину, чем мысль о евреях, посылаемых в газовые камеры». Можно добавить, что так была настроена не только Великобритания. Правительства большинства других государств тоже сильнее волновались, представляя себе толпы евреев, нашедших хотя бы временный приют в их странах, чем поток евреев, ведомых на убой. Страны антигитлеровской коалиции не только отказались распахнуть двери для тех, кто мог быть спасен, но и не предприняли почти ничего, что помешало бы бесперебойной отправке евреев в концентрационные лагеря на территории Польши. Возможно, бомбардировки железнодорожных путей, по которым шли эшелоны с узниками в Освенцим мешали стратегические соображения. Но их, безусловно, могли разрушить партизаны, бойцы сопротивления. И, конечно, сами евреи рвались помочь своим гибнущим братьям. В то время, когда в Венгрии еще оставались в живых 700 тысяч евреев, сотни подготовленных парашютистов в подмандатной Палестине напрасно ждали своего часа. Не исключено, что они помешали бы гитлеровцам уничтожить венгерское еврейство. Эта операция не противоречила военным интересам союзников, но ее отвергли по политическим причинам. Сотрудничество с евреями Эр-Цесраэль означало бы признание их национальных прав. Итак, лагеря нельзя было бомбить по стратегическим соображениям. Евреям нельзя было дать в руки оружие по политическим причинам. Вайс Мандель в книге «Мингам и Цор» рассказывает, как острили немцы и их сообщники в Чехословакии и Венгрии. Самый надежный способ переправить оружие на фронт это посадить в вагоны с боеприпасами несколько евреев и написать на крышах крупными буквами «Перевозка евреев в концлагеря». Тогда уж точно бомбить не будут. Такие шутки в кавычках отлично характеризуют гуманность в кавычках союзных держав. На предложение принять 20 тысяч детей из Германии американцы ответили отказом. Их аргументы как нельзя лучше отражают атмосферу того времени. Некоторые заявили, что иностранцы будут пытаться перестроить страну на свой лад. Другие не считали детей беженцами, поскольку большинство из них евреи, третий опасались активизации националистических групп. Самой оригинальной представляется позиция тех, кто утверждал, будто позаботившись о еврейских детях, США уже не смогут гарантировать детям американских старожилов дарованные Конституцией права на жизнь, свободу и стремлении к счастью. Будущие юные эмигранты представлялись как тысячи бездомных, озлобленных, нежелательных иностранцев, как потенциальные коммунисты и лидеры восстания против существующего строя. Чем эти доводы в кавычках отличаются от аргументации нацистов, заносивших всех без исключения евреев в коммунистические агенты в кавычках? Разве есть разница между убийцами детей и теми, кто отказывался их спасать? Что может быть лицемернее, чем заявление лидеров американского легиона? Традиционная американская политика состоит в стремлении охранять семейную жизнь и поэтому американский легион решительно против разлучения семей, которому приведет предлагаемый законопроект. Конец цитаты. Очевидно, американские патриоты презирали жестоких еврейских родителей, предпочитавших лучше спасти своих детей, чем погибнуть вместе с ними в трогательном единении. На самом деле, в лагерях прежде всего отделяли детей от взрослых, мужчин от женщин. Но, пожалуй, всех превзошел конгрессмен Карл Е. Мунт, который был против смягчения иммиграционных законов на том основании, что это не американский стиль выделять одну какую-то группу. И так дети остались погибать в лапах нацистов, и гордая американская республика, территория которой лишь недавно была украдена у индейцев, избежала порабощения. Антисемитизм нацистов встречал понимание в большинстве стран Запада, ведь ненависть к евреям имеет глубокие корни в христианской цивилизации. На протяжении многих веков распространялась эта отрава. Но расцвет средневекового варварства не мог не вызвать общего падения морали народов. Насколько усилилась духовная деградация Запада, можно судить, сравнивая отношения американского правительства к преследованию евреев в России, Румынии, Турции начала века и в нацистской Германии 30-40-х годов. Например, в 1902 году США сочли нужным заявить Румынии протест против бесчеловечного обращения с евреями, поскольку не могли молча участвовать в таком зле. Тогда еще понимали, что молчание означает соучастие. Спустя 40 лет перед лицом куда худших зол совесть мира уже потеряла чувствительность. Перед Второй мировой войной ответственный чиновник американского госдепартамента жаловался, что еврейские интересы в кавычках вызывают слишком большой шум. Гитлеру удалось настолько расшатать мораль Запада, что нормальные представления о добре и зле совершенно сместились. О деградации совести замечательно сказал еврейский поэт, писавший на идише Ицхак Кацнельсон, жизнь которого легко можно было бы спасти, прояви Запад к нему чуть меньше равнодушия. Народ народы мира не вмешивались и не протестовали, и не качали головой, и не предостерегали убийц даже шепотом. Похоже было, что вожди народов боятся, как бы убийства не прекратились. Впрочем, поэт не знал, что в марте 44-го года президент Рузвельт произнес кое-что и даже вполне внятно. К сожалению, Кацнельсон к тому времени уже был мертв, как и большинство еврейских узников концлагерей. Да, были отдельные личности, которые понимали, что речь идет о духовном здоровье нации. Один человек так сказал по поводу дебатов о приеме детей из Германии. Не потерял ли американский народ способность реагировать на такие трагические ситуации? Если выяснится, что мы потеряли эту способность, значит, Америка утратила большую часть своей души. Конечно, вопрос стоял не только об этих детях, но и о спасении целого народа, обреченного на уничтожение. И ответственность легла не только на США, но и на все свободные страны. Оказалось, что ни одна Америка утратила душу. Странное равнодушие проявило большинство народов. Евреи, знакомые с историей, могли задуматься над тем, а была ли вообще у христианской цивилизации душа? Этот вопрос приходится задать, когда изучаешь официальное отношение христианства к преступлениям фашистов против евреев. Действительно, было несколько отважных церковных деятелей, решительно выступивших против геноцида. Многие священники Франции и Голландии, рискуя жизнью, спасали преследуемых. Но что они могли сделать в одиночку? Требовалось, чтобы протесты исходили от самой христианской церкви. Но, как сказал Кацнельсон, никто не выразил ни одобрения, даже шепотом. В этом смысле не было разницы между католиками и протестантами. Мы процитируем здесь некоторые высказывания католических лидеров, но их мнения целиком совпадали с мнением протестантских руководителей. Конечно, нечего говорить о церковниках Германии или оккупированных нацистами стран. Они были настоящими пособниками фашистов. Гюнтер Леви в своей книге приводит массу документов. Например, благословляя молодежь в соборе Трира, католический епископ Борнвассер нашел для нее такие вдохновляющие слова. С поднятой головой, твердым шагом мы вошли в новый рейх и готовы служить ему всеми силами нашего тела и нашей души. Другой священник заявил, что его коллеги не только признали новую власть, но и служат ей с горячей любовью и всеми силами. Известному теологу из Тюбингена принадлежит оригинальная идея о том, что национал-социализм и католицизм сопутствуют друг другу как природа и красота. Эта мысль получила развитие в сочинениях немецких теологов. В ежемесячнике иезуитов вдумчиво исследовало сходство между свастикой и крестом. Цитата «Символ природы находит свое воплощение в символе красоты». Здесь же утверждалось, что личность Гитлера стала символом веры немецкого народа. Хайль, Гитлер и Иисус! Если бы когда-нибудь была написана история немецкой протестантской церкви периода нацизма, мы увидели бы, что она еще позорнее истории католической церкви. Однако здесь нас в основном занимает позиция Ватикана. В 1942 году геноцид еврейского народа был уже в разгаре. Личный представитель американского президента запросил государственного секретаря Ватикана о том, есть ли у Папы какие-либо предложения о мерах по мобилизации общественного мнения цивилизованного мира против нацистского варварства. В официальном ответе было сказано, что сообщения о действиях против евреев достигли Ватикана, но подтвердить их не оказалось возможным. Другое важное лицо намекнуло, что Папа полон беспристрастной любви ко всем народам, и именно поэтому вынужден вести себя с большой сдержанностью. Оказывается, ничего не делание перед лицом гибели шести миллионов человек не преступление, а проявление беспристрастной любви к людям и мудрой сдержанности. Даже в апреле 44-го года, когда решалась судьба 400 тысяч венгерских евреев, Великий Папа по-прежнему хранил мудрое молчание. Венгрия в основном католическая страна. Если бы Ватикан занял тогда твердую позицию, многое можно было бы сделать. Подпольный комитет беженцев прямо попросил Папу вмешаться, объявить, что участники депортации евреев в лагеря смерти будут отлучены от церкви. Уклончивый ответ был послан регенту Венгрии с двухмесячным опозданием, когда 350 тысяч евреев этой маленькой страны уже погибли в газовых камерах. Такое отношение к судьбе евреев отняло у христианской церкви право претендовать на духовное руководство народами. Конечно, на позицию Ватикана повлияли политические соображения. Однако трудно поверить, что одна только политика помешала церкви исполнить первейшие требования человеческой совести. Есть достаточно свидетельств тому, что антисемитизм, присущий христианству в древности, привел в конце концов к безумию равнодушного молчания в недавнем прошлом. Вайсмандель, вспоминая о пережитом в Словакии, рассказывает о двух характерных встречах с представителями католического духовенства в этой стране. Священник Тисо был здесь инициатором плана высылки евреев. Незадолго до праздника Песах 42-го года один уважаемый раввин обратился к архиепископу Словакии, с которым был знаком в лучшие дни, с просьбой повлиять на Тисо, его бывшего личного секретаря. Раввин говорил только об угрозе депортации. Архиепископ же с характерной христианской любовью решил просветить его насчет истинной судьбы, ожидавшей евреев в Польше. Это не просто депортация, там вы не умрете от голода и лишений, там немцы убьют вас всех, старых и молодых, женщин и детей, всех в один день. Это наказание вам за смерть нашего спасителя. Вам остается только одна надежда всем перейти в нашу религию. Тогда я добьюсь отмены этого указа. Конец цитаты. В те времена среди многих христиан было распространено мнение, что евреи получают по заслугам. Лучше всех это выразил папский нунций в Словакии. Осенью 44-го года Вайс Мандель вместе со своей семьей и сотнями других евреев оказался в пересыльном лагере перед отправкой в Освенцим. Вайс Мандель сбежал, и ему удалось добраться до резиденции папского нунция. Он описал его преосвященству условия, в которых жили люди в лагере, и попросил представителя Ватикана немедленно вмешаться в планы Тисо. Нунций ответил, сегодня воскресенье, ни я, ни отец Тисо не занимаемся в святой для нас день будничными делами. Когда потрясенный Вайс Мандель сказал, что смерть детей отнюдь не будничное дело, священник заявил, не существует невинных еврейских детей, все евреи виновны, вы должны умереть, это наказание за ваш грех, убийство Иисуса. Итак, Гитлер считал, что евреи виновны по расовым соображениям, архиепископ и папский нунций по религиозным. На практике все сводилось к одному убийствам. Да, не все христиане так думали, но многие высокопоставленные сановники церкви разделяли эти убеждения и способствовали тому, что божьи слуги превратились в активных пособников злодеев. Арнольд Тойнби так характеризует значение нацистской Германии в своей книге «История о истории». С тех пор, как в эпоху пост-эллинистического междувластия сформировалась юная западная цивилизация, немецкая нация играла в ней центральную роль вне зависимости от того, принесла она миру благо или зло. Эта нация не могла одна совершить все эти вопиющие преступления, если бы такие же наклонности не были заложены в других, негерманских народах, пусть и в потенции. Немецкая душа в 20 веке одно из тех кривых зеркал, в котором другой находит карикатурно преувеличенные черты собственного характера. И если нацистская Германия была чудовищем, значит и западная цивилизация была Франкенштейном, повинным в создании этого немецкого чудовища. Конец цитаты. В какой степени нацистская Германия связана с западной цивилизацией, хорошо видно из отношения Запада к геноциду еврейского народа. Беспристрастность в кавычках и молчаливое одобрение оказались возможны только потому, что преступление зрело в душах других народов. Вина Германии это вина Запада. Моральное падение Германии это моральное падение Запада. В катастрофе не только погибли 6 миллионов евреев. Христианская цивилизация потеряла всякое уважение в мире. Теперь после газовых камер и крематориев есть только одна возможность. Из духовных руин западного мира должно подняться что-то совершенно новое, иначе в нашем ядерном веке у человека нет никакой надежды. отменяй отменяй отменяй